Видишь дядьку? Видишь дядьку. Вот что ты видишь в его лице? Как ему тебе кажется? Мне кажется, он, у него плохое зрение, он куда-то вдаль смотрит. Он прищурился, он прищурился, он мне кажется, еще нахмурил брови, он о чем-то думает. Вот смотри, кто-то увидит здесь человека задумчивого, может быть анализирующего что-то, пытающегося что-то понять. Мне кажется, он как будто что-то разглядеть хочет. А кто-то здесь увидит агрессию, подозрительность, недоверие. И вот в зависимости от того, что у тебя во внутреннем мире, то ты тут и увидишь. Это называется проекция. Так мы воспринимаем мир, понимаешь? Влечение вот это жуткое к женской груди, это попытка не регресснуть в глубокое маточное состояние. Мой внутренний мир — это репрезентация внешнего мира, потому что я другого не знаю. И тогда у будет желание разорвать терапевтические отношения, чтобы не прожить еще раз отвержение и уже от твоей фигуры. Антилебединальное эго — это, можно сказать, что это внутренний критик? Сейчас поговорим о том, как формируется шизоидный характер. Ранее я сказала, что вот мы как раз обсудим, что же такое происходит между матерью и ребенком. Гантриб выделяет три аспекта взаимоотношений, которые влияют на формирование шизоидной личности. И первое, о чем нам пишет Гантриб, причиняющий страдания отказ со стороны ответственных за младенца людей удовлетворять его лебединальные потребности. Да, мы уже понимаем, что такое лебединальные потребности. Это возбуждает голодные импульсы, столь могущественные, что их начинают опасаться как пожирающих и деструктивных. Дальше делаю потом расшифровку. Оральные, садистические потребности затем вытесняются, и происходит отказ от внешнего объекта. Либидо и агрессия уходят во внутренний мир. Расшифрую? Да, да. Да, это вот к тому, что без переводчика сложновато читать вот эти труды напрямую. Смотрите, причиняющий страдания отказ со стороны ответственных за младенца людей удовлетворять его потребности. То есть отказ обязательно должен давать чувство страдания этому ребенку. Это не просто, ну в этот раз я чуть-чуть там вовремя удовлетворил твои потребности, ты какой-то дискомфорт... Нет, ты должен испытывать страдания. То есть, видимо, это повторяющийся отказ, что-то такое постоянное, длительное, да, какое-то. Какая-то форма отказа какая-то, может быть, слишком радикальная. Но, скорее всего, это я бы первый пункт, ребят, я бы его связала именно с желанием. Тут в целом пишут про лебединальные потребности, но они на ранней стадии очень простые. Это покушать, это покой, это тепло, да, то есть это вот какая-то вот такая вот вещь. И вот ребенок сталкивается именно с отказом, что он, условно говоря, эту грудь, он ее не может получить, да, то есть она ему получается, что и недоступна. И это рождает у него голодные импульсы, столь могущественные, что их начинает опасаться и мать, и ребенок. Да, ему начинает становиться страшно от собственных деструктивных импульсов, да, потому что он может начать очень жадно кусать грудь, да, и в целом у него может возникнуть вот это вот желание поглотить эту грудь, присвоить ее себе. И в ответ на это, чтобы эта грудь не исчезла, потому что я ее сожрал, я вытесняю эти свои агрессивные импульсы. Вот что происходит. А за счет чего, кстати, да, происходит вытеснение? Вытеснение такое слово здесь спорное, да. Здесь правильнее будет сказать, что либидо и агрессия уходят во внутренний мир. То есть мы имеем отвод либидо. То есть либидо как раз разворачивается, все, мне это грудь не грудь, мне все-все равно, я вообще ничего не хочу, да. И это такие вялые, с минимальным комплексом оживления младенцы, да, которым грудь даешь, а они часто ее даже и не берут, потому что все, да. А у меня, кстати, вот вопрос уже крутится некоторое время. Бывают же, ну, такие ситуации, когда вообще грудного скарлевания нет. Бывает. И тогда что происходит с лебединальной энергией? И активизируется она или она сразу отводится во внутренний мир? Нет, а если ребенок получает питание, но это уже, допустим, не материнская грудь, а его докармливают, да, то есть замещается, это еще не значит, что ребенок будет испытывать страдания. Потому что здесь мы имеем дело с отказом удовлетворять его желания. То есть если мать все-таки сможет войти с ним в контакт и удовлетворять эти желания, то все будет в порядке. Этого не нужно бояться, да, что если вот я не кормлю грудью, а у меня вот будет искусственное вскармливание, то все, у меня будет что-то с шизоидом. Вот Винникот хорошо про это говорит, что кормление, это в последнюю очередь только кормление. То есть если ребенок на искусственном вскармливании, но мать может с ним установить эмоциональную связь, то, в общем-то, все хорошо. Да, кстати, но я тут еще вот что добавлю. Он говорит, знаешь, в каком смысле, что кормление это не только кормление, в последнюю очередь кормление, потому что он говорит, что через кормление как раз вот этот контакт и простраивается, что ребенок может полежать на груди. Вот это вот состояние бытия тебя со мной, да. То есть это не просто действие, это не просто функция, да. Это конкретное вот нахождение с друг другом в этом процессе. Простраиваются взаимоотношения. Да, это очень важная штучка. Итак, второй момент, по которому организуется шизоидный характер, это столкновение с враждебным объектом или ситуацией, которая пробуждает прямой страх перед подавляющим внешним миром и вызывает уход как бегство во внутренний мир. Это про что, как ты думаешь? Пока конкретно не представляется, но это что-то, что напугало извне, получается. Да, да, это что-то, что напугало извне. Это может быть что-то глобальное или это могут быть какие-то прям вообще элементарные? Сейчас поясню. То есть младенец сталкивается с таким контактом, который он воспринимает как столкновение. То есть это какой-то контакт, угрожающий для него, который кажется ему опасным для своей жизни. Да, то есть, ну, конечно же, мы понимаем, что это не какая-то, может быть, какая-то сумасшедшая жесть, когда с ребенком что-то там его избили или там сильно уронили. Нет. Но я встречала, да, некоторые матери рассказывали мне, что в тот момент, когда ребенок очень сильно плакал, не совсем, скажем так, бережное было с ним обращение. Да, то есть он раздражал, обхождение с ним было резкое такое, пугающее для младенца. Кто-то может там затрясти своего ребенка, да, кто-то может немножко грубо положить. Да, то есть это что-то, что, конечно же, ребенка очень сильно пугает. Да, вот именно ощущение к нему такое приходит, что он страх должен испытывать, и у него будет ощущение, что его подавляет этот внешний мир. Да, что вот, кстати, чрезмерная ласка тоже может быть для него подавляющей, тоже может быть таким поводом для того, чтобы спрятаться во внутрь. Да, он, получается, не может отрегулировать, как-то отказаться или сказать, хватит, ну, то есть дать понять, что это чрезмерно, и ему приходится... Да, 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 и вот это все бегство ко внутренним мир, да, и порождает. Третий момент. Отвержение и невнимание, непризнание со стороны внешнего мира оставляют младенца лицом к лицу с вакуумом, в котором невозможно жить. Младенец отворачивается от такого мира и уходит в себя, в свой внутренний мир. Итак, друзья, здесь очень важно вот что, что ключевое слово третьего аспекта, по которому формируется шизоидный характер, это отвержение. Отвержение тут, скорее всего, связано именно с эмоциональной, с эмоциональной потребностью ребенка. То есть у ребенка рождается какой-то естественный отклик, какая-то эмоция. И если опекающий взрослый не подлавливает этот отклик, если он не продолжает свои эмоции, то рождается ощущение, что он посылает вот какие-то сигналы вовне, а там их никто не принимает, их там никто не ловит. У него рождается, что на том конце провода не с кем поговорить. То есть как будто бы вакуум там. И поэтому его психическая жизнь, она что, она не усложняется? Да, она, во-первых, ну, либидо разворачивается. Я тогда буду сам себе эти посылать сигналы, я сам с собой там буду, но я там кого-то найду внутри себя. И это, друзья, вы знаете, кстати, про этот пункт, он говорил, что это один из пунктов для формирования шизофрении. Да, ведь если... Тебе откликается этот пункт. Тебе откликается этот пункт. Ну, видишь, как интересно. Тут важно что сказать, что, конечно же, шизоидный характер на крайней степени нарушенности, он так или иначе, что с ним происходит? Он в шизофрении стремится. Такая история. Да, то есть если мы с вами сейчас в начале нашего разговора обрисовали такого человечка, погруженного в себя, малопроявленного, не спонтанного, такого вот, да, достаточно такого зажатого, сдержанного, тяжело контактирующего с другими людьми, да, то вот это все, оно может иметь просто, почему-то сексуально, хотела сказать, максимальную, максимальную проявленность, да. Вот эти три аспекта, да, Ира, стало ли тебе понятно, когда я сказала, как формируется шизоидный характер, стало ли тебе понятно, что влияет на ребенка, чтобы сформировалась шизоидная структура? Ну, получается, на каждом из этапов по-разному, но идет речь про взаимодействие с... Ты знаешь, это даже не подряд эти этапы, эти вещи могут происходить одновременно. Вот, кстати, вот обязательно сейчас расскажу следующую вещь. Чтобы сформировался шизоидный характер или шизоидные черты, иногда нужно, чтобы все три были вещи, а иногда, чтобы хотя бы одна. Хотя бы достаточно одна. Да, да, то есть это не означает, что вот эти три, нет. Гантриб как раз нам и говорит, что что-то из этого одного может уже заложить вот эту структуру. Но от конституции очень много, как ты думаешь, да, что... Да, многое зависит от, там, вплоть до параметров нервной системы, какой-то выносливости, темперамента. Да, да, это так и есть. А дальше мы с вами обсудим, как спасается младенец, да, что же, каким образом он себя защищает от этого всего. И, друзья, нам сейчас с вами предстоит разобрать очень интересный психогиллический момент, который происходит в психике. Я надеюсь, наши зрители смогут понять, что мы до них донесем. Но сейчас мы расскажем, благодаря какому механизму шизоид защищает себя, как он разворачивается во внутренний мир, как происходит этот уход. Есть такая психологическая защита, которая называется расщепление. Когда-нибудь слышали? Конечно, да. Но вы знаете, что расщепление очень часто совершенно неверно трактуется, да. Расщепление путают с черно-белым мышлением. И есть такой грешок, я тут недавно тоже именно так объяснила своим ученикам именно в этом контексте. Расщепление, друзья, это разделение эго. То есть сознательная часть нуждается в том, чтобы саму себя защитить. И та часть, которая содержит лебединальную энергию, то есть влечение к внешнему миру, она не может себе позволить связь с внешним миром, потому что мир опасен. Потому что в этом мире происходит что-то, во-первых, ну я на самом деле говорю грубо, мир опасен. На самом деле он не просто опасен, на самом деле он может быть отверкающий, это не совсем про опасность, это больше про некую боль, это когда вакуум я посылаю свои чувства кому-то, а никто на них не реагирует. И этот мир может быть создает мне страдание, потому что мои потребности не удовлетворяются, то есть я чувствую вот этот вот ненасыщаемый голод, который внутри меня присутствует. Да, мир не обязательно на меня нападает, но мир не дает мне то, что мне нужно. Точно, да. Он не обязательно на меня нападает, он, возможно, просто не дает мне в том, чем я нуждаюсь. Замечательно. И тогда происходит, если это все носит какой-то прям достаточно деструктивный, очень разрушающий характер для младенца, то происходит защита расщепления. Одна часть, как я сказала, нуждающаяся во всех этих потребностях, влекомая к миру, она отводится от мира. Лебединальная часть, грубо говоря, отщепляется и уводится во внутрь психики. И остается контактирующая часть. Это та часть, которая все еще имеет связь с внешним миром. Зачем это происходит? Это происходит, потому что человек не может полностью отказаться от контакта с внешним миром. Потому что контакт с внешним миром позволяет ему получать сигналы и отправлять сигналы. Но это формальное присутствие. Там нет жизненной энергии, там нет жизненной силы. Вся жизненная сила спрятана вовнутрь, отведена в глубины психики. Отведена ли она в мир бессознательного? Пока что нет. Она просто как бы дистанцируется от внешнего мира. И вот эта часть, которая контактирует с внешним миром, она становится минимально лебединальной. То есть тогда перед нами присутствует человек, как будто бы вообще не вовлеченный. Но он не то, чтобы вообще робот. Он просто минимально вовлечен в контакт. Он его выдерживает, но недолго. У него мало рождается отклика на что-либо. Спонтанности нет. Отсутствует спонтанность. Да, он может быть холоден. И такая штука там может быть, что он по-настоящему ни во что не вовлекается с точки зрения никакой... Ему тяжело сформировать свой интерес. Да, там как будто бы как раз хотела сказать, нет интереса и желания вообще вовлекаться. Желание, ключевое слово либидо. Да, формально вот есть вынужденность контактировать с этим миром. Вот я и контактирую. Вынужденность. А истинного желания и вовлечения нет. Такого страсти, которую мы, например, наблюдаем у истерической личности. Да, она захваль... Она иногда просто не может остановиться, её что-то... Но так интересно, что на самом деле эта шизоидная личность, она бесконечно голодна внутри, метафорически. И там есть этот страх, что если она увлечётся каким-то объектом, то её страсть к этому объекту абсолютно её саму разрушит. Да, то есть либо эго не станет, да, оно растворится, да, коллапсирует, либо она поглотит этот объект, он исчезнет из-за этого, и она останется одна. Да, то есть история в том, что шизоидная личность, она отводит своё влечение к объектам, потому что ей страшно своим голодом этот объект поглотить. И поэтому мы видим индифферентную личность, минимально страстную, да, я бы так сказала. Так вот, вот эта вот контактирующая часть, это очень важная функция. Она хоть и не имеет внутри себя вот этой жизненной энергии, она всё равно выполняет очень важные задачи для шизоидной личности. Благодаря этой контактирующей части хоть какая-то связь с внешним миром удерживается, строятся какие-то отношения, человек где-то учится, где-то работает, но вот такого вот прямо, скажем так, какого-то масштабного проявления своей личности, он может долгое время не обнаруживать. Не обнаруживать, да, его жизнь пуста, он живёт как бы механически, да, вот пациенты Гантри поэта отмечали, я живу там, хожу на работу, со мной происходит вот это, вот это, вот это. Да, мы тоже скажем об этом попозже, да, действительно, но, так как его лебединальная часть, там, где есть энергия, там, где есть жизнь, погружена вовнутрь, на ментальный уровень, то это означает, что люди с шизоидным типом личности очень часто обладают невероятно развитой фантазийной жизнью, да, то есть они на своём ментальном уровне чувствуют себя очень комфортно, и таким образом, да, Земля знает гениев, которые обладают шизоидным характером, да, там в том числе, кто физик у нас самый известный, сумасшедший, о постоянном фамилии, Эйнштейн, да, то есть, ну, там ещё немножечко, говорят, одной ногой был в шизофрении, но это я, надо перепроверить этот факт, да. Здесь сложно сказать. Да. Вот, кстати, очень часто для шизоидов становятся объектами какие-то очень абстрактные вещи, идеи, образы, какие-то концепции, почему? Потому что они не могут, да, если люди могут как-то либо напасть, либо отвергнуть, либо подавлять, то идея с тобой ничего этого не сделает, к ним можно стремиться. Да, небезопасно общаться, небезопасно контактировать, безопасно их удерживать внутри себя, да, то есть внутренний мир часто заполняется не какими-то объектами а-ля люди, а какими-то идеями. И есть, это тоже объект, какими-то явлениями, да, шизоид заполняет себя чем-то вместо реального мира. Да, и, кстати, Доггерти говорит, что внутренний, внутренний ландшафт шизоидной личности, он не заселён, по большому счёту, какими-либо формами жизни. Он заселён миром идей, миром концепций. И вот там он существует, и там ему очень хорошо с этим делом. Но это говорит Доггерти, да. Гантриб и Фернберн говорят немножечко по-другому, чем всё-таки заселён внутренний мир, и мы сейчас это, да, мы сейчас это тоже будем обсуждать. И что хочется сказать, что в крайней степени отвода лебединального эго в глубину своего сознания, скажем так, тут уже даже не в глубину сознания, а здесь уже эго полностью ушло в бессознательное, на сто процентов тотально, это состояние кататонии. Кататония – это одно из явлений, которое свойственно людям, страдающим шизофренией. Может быть, ты знаешь об этом, да? Да, это такой очень тяжёлый симптом. Очень тяжёлый симптом. Это вот прям... Как он проявляется? Он проявляется тем, что человек замирает в одной позе и вообще не реагирует на внешнюю реальность, не чувствует никаких своих потребностей, что он хочет есть, что он хочет в туалет. И поэтому очень важно таким пациентам поставить катетер, иначе у них будет разрыв мочевого пузыря. То есть они вообще не присутствуют. Это очень тяжёлый симптом. Это очень тяжёлый симптом. Да, ты вот представляешь, есть подтверждение, да? То есть психологическая, психиатрическая практика имеет подтверждение коллапса эго. Да. Когда оно... И это шизофрения. То есть когда действительно эго коллапсировало в бессознательное. Благодаря тому, что открыли транквилизаторы, они позволяют удерживать эго. Да. Почему психотикам, которые, скажем так, в параллельные миры одной ножкой заходят, им прописывают определённые средства, которые удерживают их в этом мире. Они продолжают тестировать реальность, и они уже не путают реальность. Устраняющие. Да, да, да. То есть у них, например, галлюцинации заканчиваются, какие визуальные там, или аудиальные, или... Да, то есть у них вот это... Или кинокетические. Если не заканчиваются, то они уже понимают. Это вот голоса, то есть это мои галлюцинации. Более критично, да. Вырабатывают другое отношение к этому. Да. Но вот, кстати, это всё очень интересно, да. Понимаешь, как оно всё устроено? Вот у меня тоже вопрос возник, когда описывала ты то, что нет интереса, нет влечения к реальным объектам, да. Во мне больше направленность, то есть лебединальная энергия направлена вовнутрь. Да. И правильно ли я понимаю, что это про то, когда условная личность, она вовне общения, какое-то взаимодействие не простраивается, очень формально, там что-то сделал, сказал, но внутри проживаются диалоги, какие-то фантазии относительно ситуации, например. Это про то, или это может быть про что-то другое? Ты знаешь, я сейчас предположу, а Алёна дополнит, как человек, который обладает этой структурой, да, мне кажется, что зависит от уровня, от уровня интеллектуального развития. Если человеку свойственно, интеллект, мне кажется, на самом деле это тоже такая штука, способ себя как-то, себе как-то помочь. И вот когда, допустим, ты переполнен какими-то внутренними, да, состояниями, и даже, может быть, не совсем осознаёшь, какие это состояния, то вот какая-то мыслительная деятельность, она может, это попытка структурировать что-то внутри себя, дать себе какие-то опоры, немножечко себя как-то в целом как будто бы самому себе обозначить, да, через свой мыслительный процесс. Да, именно символизировать. Вот иногда это даже в образах происходит, да. Очень хорошо, да, если... Ну вот я просто такой шизоид, у которого хорошо развивает вербальный аппарат. Я очень рано научилась читать. Вот, и благодаря этому у меня, видимо, какие-то хорошие объекты появлялись из этих книжек. Да, кстати, кстати. Про хорошие и плохие объекты сейчас скажем тоже. Вот, и благодаря этому я довольно прочно имела даже в детстве ещё, я имела такой аппарат из слов, из каких-то связок, которыми я могла очень подробно, да, раскапывать свои чувства, свои переживания, объяснять себе что-то. Да, способ, да? Это был, да, очень большой. Организация внутреннего мира. Именно, именно. То есть это давало мне какую-то структуру. Вот, кстати, так интересно, ты сейчас сказала про сказки, и до меня тоже доходит следующий момент. Как важны сказки для ребёнка, потому что там точно есть однозначно хорошие объекты. Да. И если у ребёнка в детстве недостаточно хороших объектов, то сказки, это становится тот мир, в который он погружается с удовольствием, потому что там они есть. И благодаря связям с этими сказочными объектами, почему ребёнок так стремится каким-то там вот из этих книг или мультиков он стремится домой получить к себе этот персонаж. Да, потому что для него это... Ну, и ассоциирует себя с каким-то персонажем. Построение идентичности такая очень сложная тема. Она во многом выстраивается, конечно же, благодаря этим объектам. Да, но здесь я думаю, что... Я думаю, что здесь важно. Да, вот ты сказала, и выстраивается идентичность. Я думаю, это не... Ты знаешь, в детстве я всё-таки думаю, это не ключевой аспект для идентичности. Я думаю, что ключевой это больше будут живые люди и какие-то вот... Хотя на какой-то момент, да, там, я такой-то герой, я такой-то герой, да? Да, это такое временное какое-то там... Увлечённость есть какой-то, не знаю, сказкой, мультиком? Мне кажется, да, всё-таки ты правильно туда копнула. Да, скорее всего, действительно, это становится очень таким важным элементом, да, для идентичности. Может быть, это дополняет что-то внутри. Да, просто, видимо, я выстраивала не со сказочных героев, поэтому я сейчас так, знаешь, так сказала, что это не ключевое. Я всё-таки очень-очень выстраивала с живых людей. Актёры, актрисы... Даже и другой психолог. Да, и другой, да, да. Почему-то я была слишком рано взрослой, поэтому не воспринимала сказочных персонажей. Но вот это... Вот это проблемка, между прочим, да, это не есть хорошо, потому что ребёнок должен полноценно прожить и просуществовать в своём детстве, именно будучи ребёнком. Иначе он на преждевременное взросление лишает его возможности самого взросления. Да. Так вот, смотрите, друзья, мы сказали про кататонию, да, и сейчас попрошу Алену, чтобы ты порассуждала на тему лебединального эго, да, про то... Давай попробуем, просто порассуждаем, а что же это за такое лебединальное эго, что там происходит, когда оно проходит расщепление, да? Продолжим мысль, как ты считаешь? Ну, здесь нужно, во-первых, коснуться понятия внутренних объектов, то есть внутренние объекты это образы, образы внешних объектов, которые остаются, да, вот в эго, да, в данном случае в лебединальном эго. Да, вообще, зачем нужны... Да, вот сейчас немножечко добавлю, что значит остаются. Наши зрители могут не совсем схватить эту мысль, здесь нужно прям дать на это фокус. Лебединальное эго, когда отщепляется от контактирующего эго, оно там не в одиночестве находится, оно находится в мире внутренних объектов, то есть оно с ними выстраивает взаимоотношения. Вот тут в чём суть. Да, оно выстраивает с ними взаимоотношения. Ну, вообще, внутренние объекты нужны для выстраивания с ними взаимоотношений. Есть ещё такой важный момент, что они становятся хранителями нашего опыта объектных связей. Вот, потому что если бы они не сохранялись, то мы бы были как люди, потерявшие память, которые вообще не понимают, кто он. Да-да-да, то есть эти внутренние объекты помогают нам помнить, что с нами было. Мы чувствуем эту протяжённость своего я. И причём мы можем фактически не помнить, но какие-то, может быть, неосознаваемые, да, вот такие воспоминания. Да-да, сплодируются в бессознательной. Интересно. Вот, и дело в том, что когда лебединальное эго отщепляется, да, там, от других частей эго, да, там, от контактирующего эго. Да, сначала от контактирующего. Вот, то, ну, поскольку эго вообще не может жить без объектов, либидо не может не быть направлена на объект, то вот это лебединальное эго заселяется внутренними объектами. Вот, здесь ещё есть проблема внутренних объектов, которая состоит в том, что если внешние объекты были плохими, мы помним, что лучше плохой объект, чем никакого, но безрыбье и рак рыба, как говорится. Вот, и если внешние объекты были плохими, то плохими же объектами заселяется и вот это лебединальное эго, и выстраивает взаимоотношения с ними. Да, да, то есть мы, да, тоже сделала фокус на чём. Суть-то в чём? Что ты живёшь в мире плохих объектов, именно от них ты ушёл. Именно поэтому ты ушёл. Развернулся. Конечно, соответственно, если я, мой внутренний мир, это репрезентация внешнего мира, потому что я другого не знаю, я другим не обладал. И поэтому, когда моё лебединальное эго ищет связи с кем-то, оно находит опять такую же связь с плохими объектами. Вот в чём трагизм. Нет такого истории, что я развернулся во внутренний мир, а там меня ждут какие-то прекрасные, я не знаю, страны, какие-то прекрасные люди, прекрасные фантазии, прекрасные чувства. Нет, я там утыкаюсь на то же самое. Да, и здесь очень важно сказать, что если эти внутренние объекты действительно настолько плохи, что создают ещё одно напряжение, сначала это напряжение было по отношению к внешнему миру, а потом это напряжение, представляешь, начинает происходить по отношению к внутреннему миру. Вот в чём проблема. Ощущение вообще не сбежать никуда. Вообще не сбежать никуда. И тогда случается ещё одна защита, второе расщепление. И мы говорим о втором уровне расщепления. Как происходит это расщепление? От лебединального эго отделяется антилебединальная часть. И у неё есть своя функция. Она работает таким образом, чтобы подавить желание лебединального эго иметь какие-либо связи. А, ну вот почему стремление, это оно касает. Да, оно, знаешь, что происходит? То есть лебединальное эго внутри своего мира ищет эту связь. И антилебединальное эго стремится отменить эту связь. Знаешь, как механизм этот включается? Этот механизм происходит посредством следующего. Антилебединальное эго презирает слабую часть и говорит, что ты должен не нуждаться ни в ком, ты должен быть сильным, ты должен быть независимым. И тогда мы встречаем такие аспекты в личности, когда человек полностью стремится вытеснить свою слабость и нужду в ком-либо. И ты недавно, мы с тобой обсуждали, да, ситуацию, когда бывает такое, что клиент приходит на сессию и после сессии сокрушается на себя, что он позволил быть в позиции, желающей, да, помощи, проявляющей слабость. Нуждающимся. Нуждающимся, потому что в этот момент после сессии энергия из лебединального эго, который просит помощи, переместилась в антилебединальное эго. Начинает себя разрушать. Начинает на себя нападать, ругать, потому что человек... Знаешь, какой механизм произошел? Девушка пришла на сессию, и вдруг она почувствовала к тебе жизненный интерес. Ты стала для нее желанным объектом. И это страшно, потому что есть опыт отвержения, есть опыт неудовлетворения моих внутренних потребностей. И если стало страшно, антилебединальное эго включит свою функцию и скажет, ты была такой отвратительной, ты была такой слабой, ты была такой какой-то неправильной. И тогда у нее будет желание разорвать терапевтические отношения, чтобы не прожить еще раз отвержение и уже от твоей фигуры. Представляешь, да? Причем Гантриб, да, он в каком-то месте упоминает, что именно от того, насколько человек, насколько быстро клиент-пациент будет готов проконтактировать с этой слабой частью, признать ее в себе, чем дольше он этого не делает, тем дольше может длиться терапия. Да, потому что это вот и есть... Вот это самое большое сопротивление, с которым встречался Гантриб в своей практике, это сопротивление антилебединального эго. оно не позволяет человеку продемонстрировать свою слабую часть. Да, и мы встречаемся с таким явлением, когда человек долгое время вообще не осознает, что он нуждается в чьей-то помощи. Он приходит на терапию, присутствует там формально, это когда мы говорим о шизоидном характере, да? С этой точки зрения легче работать с истерической личностью, потому что она признает свою потребность, она признает свою слабость, она выносит ее на поверхность, с ней можно контактировать. Шизоидная часть, она не включена в этот процесс. Очень интересные вещи описывает Гантриб. Сейчас, может быть, по плану не хочу вперед паровозик обижать, но сейчас мы проговорим, что происходит. Так вот, смотрите, друзья, вот это антилебединальное эго, оно в фантазиях пациентов Гантриба приходило в таком виде, что девушка, женщина, глубоко шизоидная женщина, второй уровень расщепления, она говорила, что я маленькая, беспомощная, слабая, забилась в угол темной комнаты, а надо мной смыкается и размыкается огромный рот с зубами. И как бы мне нужно выйти из этой комнаты, и там ждет меня какая-то жизнь, там ждет меня что-то, но я предпочитаю остаться в углу этой комнаты, потому что это чудовище меня может сожрать. Также я одновременно и хочу выйти наружу, и очень боюсь выйти из этой комнаты, и может быть я даже рада, что эта часть мне не позволяет выйти. Представляете, какой материал потрясающе приносили люди. Это были сны, ассоциации, фантазии. Как происходит, кстати, ассоциация? Вот ты прям разговариваешь с клиентом на сессии, и вдруг он говорит, а я сейчас чувствую, как будто бы я забилась от вас там в маленький угол, там сижу и не хочу выходить. Ну очень... То есть это не всегда сон, это иногда вот так вот прям... Ощущения. Просто ощущения, да, и поэтому говорим, да, вот этот уровень фантазии, он очень ценен для нас, потому что если мы остаёмся на бытовом разговоре, а что было на работе, а что было дома, мы не можем понять, что происходит во внутреннем мире, какая динамика. Фантазии, психоанализ, с этой точки зрения, конечно, чемпион, потому что там они делают удивительные вещи. Да, на это делается ставка, да, на мир фантазии, потому что если не стимулировать шизоидную личность к тому, чтобы он делился с нами, фантазиями, то, в общем-то, человек может годами ходить на терапию. И вообще ничем не поделиться. Да, и вообще, да. Либо это какой-то... Хороший слушатель. Да, хороший слушатель, либо это какие-то бытовые истории. Вот я тут был на работе, то-то, то-то, и он даже может описывать какие-то эмоции, но на самом деле он в моменте может быть от них отсоединён. Да. Мне кажется, я тогда злился. Формальный пересказ. Формальный пересказ. Да, вот, друзья, поэтому очень важно нашим зрителям, я хочу сказать, что ничего не ценнее момента здесь и сейчас, что же разворачивается между нами, что же ты чувствуешь сейчас по отношению ко мне, как тебе здесь со мной. Да. И надо уметь перейти на этот уровень, и чтобы это не было кринжово и нелепо, да, что вы чувствуете ко мне, да, если, да, там терапевт спросит какого-нибудь, да, там, молодого человека, то он может вообще подумать, что это не об этом. Да, поэтому очень важно. Я к тому, что бывает так, что своими вопросами откровенными, если вы, например, в работе с мужчиной, а вы женщиной, и вы все такие привлекательные, этот вопрос может спровоцировать на какое-то раскрытие чувств, да, и пойдёт там какой-то романтический перенос. Это то, что вообще... Фантазия. Ну, фантазия, да. Здесь нужно сначала человека загрузить вот в эту концепцию, дать ему понять. Я очень часто рассказываю, слушай, у тебя есть лебединальное эго, хочешь, я тебе расскажу, что это такое. Да, что это у меня есть? Да, я губ всех есть, не переживай. Да, да, конечно, я говорю, а что есть антилебединальные? И многим это нравится. Многие начинают в этих терминах прямо говорить, что я прямо ощущаю, что сейчас я из этой позиции, а вот сейчас я из этой позиции, да? Да, то есть вот про позиции Гантрип, он прямо говорит, что это не столько какие-то внутренние фигуры, да, хотя, в принципе, это можно так рассматривать, сколько режима функционирования. Да, в режиме функционирования. И когда люди узнают о том, как это называется и как это работает, это им помогает разбираться в себе. Да, это однозначно так. Что хочется сказать, друзья, когда у человека на внутреннем плане антилебединальное эго носит такой головенствующий характер, то это обязательно будет проявляться во внешнем мире в виде специфического восприятия, то есть в виде проекции. Вот представь, я чувствую, что внутри меня антилебединальная часть жестоко меня преследует и контролирует все мои проявления. Это может проявиться в виде параноидно-шизоидной такой позиции, то есть параноидная личность, она безумно боится этот мир и одновременно чувствует бесконечное преследование. Ей кажется, что кто-то хочет ей навредить, что кто-то что-то с ней хочет сотворить. И мы не находим там у реальных подтверждений, это не какой-то неудачный опыт в прошлом, то мы понимаем, что, скорее всего, антилебединальное эго набрало такую мощь, такую энергию, что это просачивается в виде проекции на какие-то внешние явления. То есть это разворачивается внутри фантазии такого характера? Давление, смотри, вот есть эго, антилебединальное его преследует, задавливает, не дает ему проявлять свою слабость. Вот эта вот тема не дает проявлять свою слабость, оно, знаете как, оно прям звучит внутренними жестокими какими-то посланиями. То есть там не ной, не скули, не проявляй вот эту вот свою зависимость. Ты должен быть сильным, ты должен все мочь. Да, и в этом нападении на слабость может быть сосредоточена огромная психическая сила. То есть если бы не было этого расщепления, если бы не было этой защиты, если бы эго развивалось более гармонично, то эта энергия могла бы быть направлена на установление объектных связей, на развитие. Да, на развитие эго, собственно, в принципе. Фишка-то в чем? В чем проблема шизоидной личности? Что, во-первых, эго нуждается в развитии. Для того, чтобы эго смогло быть развитым, оно должно смочь контактировать с внешним миром. Проблема шизоидной личности в том, что он отводит свое эго лебединальное, отводит, оно практически не контактирует с внешним миром, еще появляется антилебединальное эго, которое еще сильнее удерживает от внешнего мира, и шизоидная личность застревает, да, ее эго, оно просто, знаете, как писал Винникот, находится в морозилке до лучших времен. Ну, вот как метафора ты говорила, загнанный в угол. Загнанный в угол. И вот все, и безвыходность, и не выйти из угла, и как бы вот там застревание такое. Застревание, и там жизни нет, там развития нет. Возможно. Да, то есть инкапсуляция такая случилась. И вот про параноидные явления. Так вот, когда вот это вот антилебединальное эго набрало критическую массу, то человеку начинает казаться, он же не понимает, что его антилебединальное эго давит, да, а он считает, что его реально мир преследует, что он реально хочет его поглотить, уничтожить, да, то есть у него прям есть эти все идеи. Более того, еще скажу такую важную вещь сейчас, что сейчас-сейчас-сейчас, значит, антилебединальное эго, параноидная, шизоидная история. Что-то какая-то мысль была у меня, вот оно его преследует. Ну ладно, бог с ним. Так вот, значит, антилебединальное эго, ну, а, вот, вспомнила, антилебединальное эго может носить не только параноидные, проявлять, как проявляться, как параноидные проекции, а садмазохистическая история может проявиться, да. Порой, когда мы работаем в трансовой какой-то технике или нам клиент приносит свои сны, мы обнаруживаем следующее, что вот это антилебединальное эго находится в совершенно загубленном состоянии, да, то есть часто образы какого-то такого очень истерзанного, ненакормленного, несчастного ребенка, который света белого не видит, в тотальном одиночестве, прикованный где-то и вообще не имеющий доступа выхода на улицу, да. А потом у нас этот ребенок в железном ящике. Да-да-да, здесь у нас ребенок в железном ящике, сейчас я тоже поясню, как это, что это за, это Гантри писал об этом сне, что одной пациентке приснился сон, что она открывает железный ящик, а внутри лежит совершенно без, с пустым взглядом младенец на дне железного ящика, да, это про то, как раз про вот эту скрытую жизнь, жизнь, которая должна вообще-то быть, этот ребенок должен быть снаружи, он должен развиваться, но он вот там лежит, вот в этом железном ящике до лучших времен, скажем так. Такая, да, такой вот вид отвода лебединальной энергии. Вот садомазохистические вот эти вот истории, здесь тоже, друзья, можно об этом углубиться, можно много сказать. Антилебединальное эго это садистические влечения личности, и вот когда внутренняя лебединальная часть такая вот изможденная, страдающая, это часть, которая мазохистическая, да, это часть, которая на себя бесконечно принимает этот удар. И самое, что удивительное, удовольствие личность может получать от того процесса, что её антилебединальная часть уничтожает лебединальную часть. Почему? Почему удовольствие? Потому что... Також сказать? Да, я хочу сказать, что как раз-таки поскольку лебединальное эго, оно изначально развернулось вовнутрь, чтобы защититься от той боли, которую ей могут принести объекты. И поэтому, когда на неё нападает антилебединальное эго, с одной стороны, это мука, да, это действительно стадистический такой момент, но с другой стороны, это защита. Да. Это защита от боли, которую приносят объекты. Да, это защита от боли, которую приносят объекты. И ещё это такое, в этом есть наслаждение, что уничтожается моя слабость. Таким образом уничтожается моя слабость. И когда мы говорим о фантазиях людей, скажем так, глубоко нарушенных, они приносят в материал такое, я бы хотел, чтобы у меня был персональный ребёнок, над которым я могу издеваться. И когда... Ну, это фантазия. Я даже в жизни встречала человека, который так говорит, если бы у меня был ребёнок, я бы то-то, то-то, потому что... А чего нет, когда да. Да, это про то, что уничтожая чужую слабость, я получаю удовольствие от уничтожения чего-то безобразного. То есть моя слабость воспринимается мной самим как нечто безобразное, позорищее меня, презренное мной. Да? И когда в ком-то другом я вижу какую-то слабость, я её не переношу. Да. Понимаете? Это очень характерная такая черта, презирать другого за слабость. Да. Да, если человек всех так презирает за любые проявления слабости, то... Несовершенство. Несовершенство слабости. Нарциссическая проблема тоже в этом заключается. Стыдно быть несовершенным. Это так отвратительно. Ты должен быть идеальным, потому что я ненавижу всё, что напоминает мне о слабости и зависимости. Да. Потому что внутри вот такие вот детишки. В этом вот сейчас всё то, что мы обсуждаем, вижу какую-то безысходность вот для меня сейчас, потому что, с одной стороны, эго, оно не развитое, соответственно, оно слабое и в чём-то беспомощное. Да. И ему для того, чтобы стать, Оля, крепким, да, мочь разная, ему нужен контакт. Развиваться. Выйти. Развиваться. И ему нужно... Соответственно, признать свою слабость изначально. Да. Поэтому... вот безысходность для меня в том, что антилебединарный... Перекрывает. Не даёт. Не даёт. Не признать, не начать развиваться. Фишка в том, что терапия должна пойти по тому пути, что терапевт должен всё-таки смочь установить контакт. Во-первых, он должен своей персоной дать понять своему клиенту или пациенту, кто в каком ключе работает, должен дать понять, что он его хороший объект. Хороший объект, не исчезающий, не отвергающий, удовлетворяющий его потребности. И тогда, и тогда, если шизоидная личность почувствует в фигуре терапевта вот это вот ощущение надёжного объекта, она потихоньку будет свою лебединальную часть поднимать на поверхность. Но борьба с антилебединальной частью будет разворачиваться, если есть двойное расщепление. Мы должны понимать, что чаще всего мы сталкиваемся не с двойным расщеплением, а с одним, когда просто есть контактирующая часть, не очень такая лебединальная, и лебединальная отведена. У нас же два, мы сейчас обсудили расщепление. Вот, например, в твоём случае у тебя не было второго расщепления, понимаешь? То есть я чётко понимаю, что ты очень быстро эту лебединальную часть даже на ретрите ты начала как-то, да, вот я чувствую себя маленькой, я чувствую себя слабой, мне хочется плакать. То есть очень быстро вот это случилось. И при более тяжёлом течении шизоидной динамики мы, конечно, получаем такой быстрый выход, мы не получаем. Мы получаем сначала совершенно другие проекции пациента. Он нам будет говорить о том, что там первое, что появится, это агрессия. Сначала проявится антилебединальная часть, и эта агрессия будет в виде каких-то зловещих снов, какая-то часть нападает на маленькую часть. То есть это будет вот такое взаимодействие. Что-то нападает на что-то маленькое. То есть это будет просто такой больший уход в себя, но при этом будет проявляться... Уход не будет больше в себя, просто сначала антилебединальная часть будет проявляться агрессия. Это будет агрессия на терапевта. Ты что? Да, да. В том числе, да? В том числе будет обязательно, то есть он будет говорить, что, во-первых, будет первое, страха больше поднимется и больше агрессии. Но вот в какой-то момент все-таки агрессия начнет сходить. Агрессия начнет сходить и лебединальная часть будет появляться на терапии. Она будет... И в тот момент, когда шизоид ничего не чувствовал, жил себе, жил, абсолютно такой замороженный, нету чувств, нету интересов, то вдруг одновременно он начинает оживать и одновременно он начинает испытывать антилебединальные угрозы. Его, конечно, штырит не по-детски. И он... И в динамике мы видим ухудшение. То есть в терапии может стать хуже на какой-то период. Некоторые люди бросают из-за этого. Да, они думают, мне хуже стало, мне хуже. А вот это защиты вскрылись, да? То есть ты увидел свою внутреннюю динамику, да? То есть на поверхности было вот это контактирующее эго, которое особо... Формальное, да. Там какие-то процедуры, ты ходишь на работу, ты что-то делаешь, ну и всё. Контактируешь как-то. Да, функционируешь. Да, очень точное слово для контактирующего эго, да, когда оно вот такое. А внутри там вот эти драмы непрерывно разворачиваются и просто в какой-то момент человек это осознаёт и начинается такой, грубо говоря, они начинают выходить на поверхности, всё мы это регистрируем, замечаем, с этим работаем, мы даём этому пояснение, объяснение. Так вот, что, друзья, хочется сказать, что смотрите, мы заходим на второе расщепление, мы сказали о том, что вот эти внутренние объекты, чтобы связь с этими объектами, её не просто, её невозможно уничтожить, а происходит то, что садистическое вот это вот антилебединальное эго, оно занимается тем, что оно тебя стыдит за эти связи, за эти желания, за эту слабость. Оно пытается искоренить в тебе эту потребность. Когда напряжение становится абсолютно непереносимым, во-первых, плохие внутренние объекты, во-вторых, вот это антилебединальное преследующее эго происходит третий уровень расщепления. А сейчас, подожди, пока мы не перешли к третьему вопрос, антилебединальное эго, это, можно сказать, что это внутренний критик? Да, я всё думала, когда же ты это скажешь. Да, 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 антилебединальное эго, внутренний критик, как ты говорила, у тебя родитель, какой там? Наказывающий, критикующий родитель. Критикующий вот такой вот, какой-то ты говорил слово другое, какой-то преследующий, какой-то родитель, вот да, да, вот это вот. Следующий нападающий. Карающий, да, да, карающий родитель. А тогда лебединальный эго, это внутренний ребёнок. Мы можем эти конструкты использовать в работе, и так и есть. И очень часто, когда мы делали, помните, мы разные практики делали с внутренним ребёнком, мы так и видели, что эти дети в темницах, голодные, серые, бедные, вот это всё, нет в них жизни, это будет в следующих выпусках. У меня был, кстати, такой интересный опыт, да, во время какой-то подобной техники, да, что лежит, ну, какая-то комната, лунный свет. Да-да-да-да. Да, лунный свет в окно, значит, лежит люлька, там один младенец, я пытаюсь к нему подойти, узнать, что ему нужно, а ему как будто ничего не нужно, да, какое-то презрение. А я не помню, вот точно. Это в другой раз было, просто это... Ага, поняла. Когда-то я в другой раз делала эту технику, и вот... Смотри, ночь это признак того, что он всё-таки отведён от жизни, потому что это не день, когда... А это ночь, это сон, да, лунный свет, то есть, ну, какая-то минимальная связь со светом есть, да, и также вот он один, и он такой, мне ничего не надо, да, понимаете, ну, то есть это вот всегда отображает. В практиках очень всё наглядно, да, всё очень демонстрируется, да. Так вот, третий уровень расщепления, как он происходит. Третий уровень расщепления необходим для... Это самое конечное, максимально шизоидное состояние личности. Происходит это за счёт того, что лебединальное эго ещё раз отделяется, и оно уходит в мир, где нет никаких объектов. И это равно внутриутробному состоянию. То есть это настолько такая глубокая динамика разворот, регресса эго, и там, конечно же, это люди, как правило, уже слабо дееспособные, вообще минимально способные на то, чтобы жить самостоятельной жизнью. И нужно сказать, что одновременно уходя в этот глубокий регресс, личность испытывает освобождение от преследующих её плохих объектов и антилебединального эго, но и одновременно с этим она испытывает ужас. Ужас она испытывает от того, что есть риск вообще раствориться в небытие, потому что это та самая грань, за которую заходить нельзя. Там оттуда может не быть возврата. И некоторые пациенты Гантри поговорили, я чувствую, что я направляюсь куда-то так глубоко, что я никогда не смогу оттуда вернуться самостоятельно. И мне нужно, и мне очень нужно, чтобы вы меня оттуда вернули. Удерживайте меня здесь, не давайте мне уйти. И когда Гантри говорит, ну а куда вы направляетесь, а что? Я не могу вам сказать куда-то, куда меня очень сильно влечёт, и куда-то, куда мне нельзя. То есть это проявляется через ощущения, или это через... Через ощущения, через сны, через навязчивые мысли, через идеи, да, через... Это ещё называется, кстати, маточные фантазии. То есть человек представляет себе, как он забирается во что-то, он, может, не осознаёт, но это он описывает утробу. Какое-нибудь тёмное, тёплое место, где нет никого, где мои потребности удовлетворяются автоматически. Да, да, да. Давайте я вам прочитаю такой интересный, будет большой сейчас материал, да, я сейчас вам прочитаю, какие фантазии были у одного клиента Гантрипа. Как... Давай. Вообще, как Гантрипа открыла это третье расщепление? Эта глава у него называется «Регрессивные феномены». Много лет тому назад у меня был пациент, мужчина, сорока с лишним лет, у которого, по его мнению, был лишь один симптом. Его крайне волновала женская грудь, и он обращал внимание на каждую проходившую мимо женщину. Он считал свой шизоидный робкий и интровертированный характер вполне нормальным. Да, то есть, очень часто шизоидный человек, в принципе, не критичен к своей шизоидности. Конечно, ну, да, то есть, говорит сам пациент, конечно, я не общительный, не компанейский человек. Он связывал свою озабоченность с тем, что его жена была крайне холодной и неотзывчивой женщиной. И такой же была его мать, о которой он всегда говорил как о застегнутой на все пуговицы снизу вверх. Такая озабоченность грудью казалась регрессивным симптомом, то есть, это Гантриб указалась такая озабоченность грудью регрессивным симптомом, исследовала со многими другими инфантильными чувствами, которые он крайне не хотел за собой признавать. В ходе, да, то есть, сопротивление, инфантильное, это же про слабость. Поэтому он на сопротивление, он не хочет их признавать. В ходе анализа его сосредоточенность на груди заметно уменьшилась, но ее место занял поток однотипных фантазий, которые длились неделями, отнимая силы и серьезно мешая ему в выполнении служебных обязанностей. Фантазии с бесчисленными вариациями заключались в том, что он удалится на покой и уедет в безлюдную местность, где построит дом-крепость на морском берегу и отгородиться от всех дел. Никому не будет позволено вступать в его владение, а те люди, которые попытаются туда прорваться, будут удалены. Удалены, да. По контрасту с его профессиональной и социальной жизнью, в его внутренней психической жизни был выстроен такого рода дом, в котором он жил в одиночестве и куда никого никогда радушно не приглашал. В его голове роились мысли о постройке неприступного замка на вершине горы формой, напоминающей грудь. Возведение... Да, это вообще интересная история. Грудь. Возведению вокруг замка неприступных оборонительных сооружений и жизни в этом замке. Сильные мира сего пытались взять замок штурмом, но не смогли прорваться вовнутрь. Он, однако, ощущал некоторое беспокойство и не хотел становиться заточившим себя в замке узником, а хотел иметь возможность в ином обличии выходить во внешний мир, но чтобы никто не мог вступить с ним в контакт. Да, очень прям вот то, что нужно, отображает. Когда в одной из фантазий он увидел меня, то есть Гантрипа, поднимающегося вверх по горе, то стал бросать в меня громадные валуны из шип с горы. Это про то, что страх организовать объектную связь с терапевтом. Эта фантазия, о, сейчас Гантри прошифрует, эта фантазия говорит о желании занять безопасное положение у груди в соответствии с его симптомом, и ее реальной темной, и ее реальной темой является уход во внутреннюю безопасную ситуацию. В этой фантазии он движется туда-сюда между грудью, которую он может покидать и снова туда возвращаться, и маткой, внутри которой он может чувствовать себя в безопасности. Неделю или две спустя он внезапно прервал анализ, использовав в качестве причины мимолетную болезнь своей жены. Его фантазии и анализ обнаружили могущественное регрессивное влечение, да, то есть это желание вот уйти в этот глубокий регресс, которое лежало в основе его шизоидной отчужденности и ухода от реальных различных связей. В то время я считал эти фантазии всецело связанные с интересом груди, с дальнейшей регрессией в глубины инфантильного переживания от груди к матке. Смотрите, грудь, почему грудь? А потому что на самом деле грудь, я фантазирую, что будет эта грудь, которой я всегда могу приходить и удовлетворять свои потребности. И она здесь внешний объект. получается так, что все-таки потом он стал фантазировать о матке, то есть его регресс стал набирать обороты. От груди к матке, где он мог бы быть в безопасности внутри. В настоящее время я считаю прежнюю интерпретацию неполной. гантри пон походу, да, там, соображал, как на самом деле тут что происходит. Сейчас я думаю, что его поглощенность грудью, которую я ранее истолковывала как свидетельство наступившей регрессии в действительности была защитой против конечной регрессии. Конечная это маточная регрессия, которая снова привела его к первичному регрессивному импульсу вернуться в безопасность матки. Во взрослой жизни испытываемое им тяготение груди было регрессивным феноменом, однако по сравнению с возвращением в матку мы должны воспринимать это как борьбу за сохранение объектных связей. Смотрите, как интересно, грудь это борьба за сохранение объектных связей. Грудь интересует новорожденного младенца, который находится во внешнем мире. Грудь находится во внешнем мире, вне матки. Его компульсивное желание страстно цепляться за грудь было конструктивной борьбой против могущественного стремления убежать прочь от постнатального мира, возвратиться в матку и быть в безопасности. То есть, друзья, когда он пришел к гантрипу на терапию, говорил, что он озабочен любой женской грудью, проходящей мимо, это было его, скажем так, компульсивное или обсессивное, не знаю, как тут правильно будет сказать, желание удержаться в этом мире. Понятна эта идея? Стремиться, влечение вот это жуткое к женской груди, это попытка не регресснуть в глубокое маточное состояние. То есть, вот эта озабоченность грудью, это установить связь с этой грудью, установить связь с внешними контактами. Причем, такая детская потребность, причем, жизненно важная для младенца. Да, вот его компульсивное желание, компульсивное. Окей, хорошо. Я надеюсь, что этот психодел будет хоть как-то ребятам понятен. Что стоит добавить? Степень отвода лебединальной энергии, конечно, бывает раз. И поэтому мы встречаем разные впечатления, что с вами с вами с вами и с вами с вами с вами с вами Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова